Добрый день, уважаемые коллеги! Продолжаем наши беседы об антиковидной плазме. Появляется каждый день новая информация. Уже больше 6 миллионов на планете больных. Бразилия существенно от нас отрывается. Из десятки Иран и Турцию вытеснили Индия и Перу. Но причем если Бразилия в полтора раза больше России по населению, то Перу в 5 раз меньше. Продолжается расширенный доступ к плазме реконволюсцентов в Соединенных Штатах. 18,5 тысяч человек получили такое переливание. И появилась статья из Хьюстона, где в городской больнице пациентов с тяжелым или с опасным для жизни состоянием лечили донорской плазмой. Всемирная организация здравоохранения предлагает вот такую вот шкалу для оценки клинического улучшения или динамики состояния пациента. Из 8 баллов. Тут 2 относятся к амбулатории, поэтому Хьюстонцы чуть-чуть ее модернизировали. Сейчас мы это увидим. 25 пациентов от доноров аппаратным аферезом заготавливали 600 мл плазмы, делили на 2 лечебные дозы и оценивали состояние после трансфузии на 7 и на 14 день. Вы видите, что на 7 день улучшилось у 9 пациентов отношение к дыханию и улучшение или выписка на 14 день еще у 12, то есть всего у 19 человек и 3 четверти. Вот характеристика доноров. Получилось, что первые доноры пришли в основном с первой группой. Это мужчины и женщины в возрасте от 23 до 67 лет. Кто-то из них сделал несколько донаций. Они все переболели. У всех был выявлен вирус РНК. Но в больнице лежал только один. В статье подробно описано лечение каждого пациента. Но вот здесь одну табличку покажу в качестве примера. Значит, у всех ставят осложнение респираторный дистресс-синдром взрослого. Всем проводят противовоспалительную терапию тацилизумабом или стероидами или тем и другим. Всем назначали гидроксихлорохин. А с ним-то как раз проблема, потому что мы говорим, что лечения нет. И может быть гидроксихлорохин помогает. Так вот в этом пути это как раз продвинулось, что гидроксихлорохин не помогает. А ухудшает летальность, связанную с желудочковыми аритмиями. Ну, то есть все мы противовоспалительное и противовирусное лечение достаточно серьезное проводили. Лабораторная динамика. Реактивный белок прилично на седьмой день сократился. Лейкоцитоз оставался. Оставалось повышение ЛДГ. Ну, трансаминазы так, на верхней границе нормы. Ферритин здорово подскочил к седьмому дню. И остается повышенным на 14-й день. С ферритином связывают, или его, вернее, причиной его повышения считают гемофагоцитарный синдром. Ну, и некий индикатор цитокинового шторма. Здесь в левой колонке мы видим, что есть 4 вида. Кислородной поддержки инвазивная, высокопоточная, низкопоточная и комнатный воздух. Сразу скажем, что дыхание комнатным воздухом в этой группе не практиковалось. Наверное, кто может уже комнатным воздухом дышать, того выписывают. И мы видим, что вот эти зелененькие квадратики, это кому стало полегче. На седьмой, четырнадцатый день, соответственно. Кто-то выписан. Вот график достаточно информативный. Значит, здесь интересно нам левые вот эти серые столбики. Это уровень антител, выявленный в иммуно-ферментном анализе, к рецептору, связывающему домину S-белка. Но доступ к этим диагностикам он был не сразу. И поэтому несколько доноров или вообще без антител, или с очень низким титром, меньше 50. Но сразу скажу, что рецепиент одной из вот этих доз, черный квадратик, видите, скончался. И еще одного пришлось перевести на ЭКМУ, это черная линия. Ему было единственному сделано переливание второй дозы плазмы, уже с высоким титром. Ну и в конце концов, перевели сейчас, к концу исследования, в четырнадцатом дню, после переливания, он находился на низкопоточной конюре. Нескольким пациентам делали ЭКМУ, летальный исход один, и двое по окончанию исследований все-таки еще оставались интубированы. Но вот здесь я опять хочу подчеркнуть, что речи не идет ни о каких вирус-нейтрализующих антителах. Нету в госпиталях таких лабораторий, во всяком случае пока. В заключении, поскольку, синеньким выделено, плазма реконволюсцентов обычно выполнялась в неотложных ситуациях у очень тяжелых больных, трудно оценить ее пользу как самостоятельного вида терапии. Слепое, рандомизированное, контролируемое исследование в настоящее время рассматривается. Ограничения. Небольшая серия случаев без группы контроля. Всех пациентов лечили другими препаратами. 24 из 25 пациентов получили одно переливание плазмы, а может быть, несколько было бы эффективнее. Болезнь была очень тяжелая у многих. И может быть, если бы пораньше начали плазму переливать, она в такой тяжелой не была. Несколько пациентов получили плазму с очень низким титром антител. Ну, так всегда в первый блин бывает комом, и в начале исследования не было возможности этот титр. Подчеркну, титр определяли как максимальное положительное разведение в иммуноферментном анализе. Не очень понятно, снижает ли это терапия смертность или другие показатели исхода заболевания. Ну и два пациента оставались еще на искусственной вентиляции на момент написания статьи. Хьюстон, южный город, по-братим Баку, но и вот как-то смотришь на него, все время ощущение чего-то знакомого. На Махачкалу очень похож. Вот сравните, слева их Сен-Хьюстон, руководитель Техасской революции, а справа Махачдахадаев, руководитель Дагестанской революции. Ну и судя по статье, получается, что хьюстонские коллеги стремятся так же работать хорошо, как Хадижа Цепулаевна и ее команда. Ну единственное, что плазму они не патоген редуцируют, чем, наверное, подвергают риску своих пациентов. Приглашаем всех на учебу. Сегодня, 1 июня, начались у нас очевидные дистанционные циклы. Можно в любое время в них подключиться. Все опции у нас работают. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Работаем. Не болеем. Работаем. Не болеем. Работаем. Не болеем. Не болеем. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок